23 марта по лунному календарю наступает Рамадан, который продлится до 20 апреля. Этот религиозный праздник празднует все мусульмане мира. Подробности в следующем материале. Соблюдение в исламе поста Рамадан имеет многовековую традицию. При этом Великий пост распространяется на здоровых взрослых. Он длится светлое время дня, вплоть до захода солнца. Перед тем, как выполнить его, мусульмане должны в начале священного месяца заявить о своем намерении придерживаться требований Рамадана. Мы знаем, что месяц Рамадан – это месяц милосердия, месяц богослужения. Поэтому в том же время нужно ответственно относиться к духовно содержанию поста, временное лечение себя определенных благ, как форма поклонения Господу и выполнение его велений. Деятельность месяца составляет 30 или 29 дней и зависит от лунного календаря. Ежедневный пост начинается за 10-30 минут до рассвета, а завершается после захода солнца. Три условия. Первое, он должен быть мусульманином. Второе, он не должен быть путником, у него должен быть разум правильный, ахл, если как мы сказали. И самое последнее, он должен быть несовершеннолетним или по-другому, как сказать, зрелым в возрасте он должен быть. Этим людям обязательно. Потом мы сказали, у нас есть садака, которая называется фидья садака. Эта садака выходит из определенных людей, она дается, как мы сказали, две категории людей. Это первая категория хронически больные люди, которые не могут держать пост, они имеют право давать фидья садакаться. И второе, это пожилые, старшие люди. Для разных городов Казахстана есть отдельное расписание поста и намаза. С вечера 22 марта во всех мечетях будут читать второй их намаз. В этом году муфтият Казахстана принял совместное решение после консультации с муфтями Центральной Азии, учеными, ответственными за сферу фетвы, а также с учетом результатов научных исследований, с дозволения Всевышнего Аллаха, в этом году священный месяц Рамазан начинается 23 марта. А ночь 17 на 18 апреля, священная ночь предопределения, в этом году совпадает на 21 апреля. Значит, в этом году месяц Рамазан продлится 29 дней. В течение месяца необходимо давать милостыню тем, кто нуждается. Это обязательное условие для каждого мусульманина. Обычно минимальный размер милостыни устанавливается решением Духовного управления мусульман Казахстана. В этом году он составляет 535 тенге на человека. Глава семьи может внести эту сумму за всю семью, в том числе и за несовершеннолетних детей. Мурати Балмажит, Жан Солсерикбол, Юрий Белецкий, Ертас Акпарат.